это вот фундамент фундамент весь уже разрушенный там наверно даже кто-то живет вот это вот тупзолет или по московскому туалет такой вот туалетная комната скажем так внутри заходить не будем там не очень красиво всем привет с вами жека как вы уже поняли зайдя на мой канал вот это вот забор довольно таки старый как видно вам всем вот уже на веревочках все держится надо ставить новый такая вот вишня красная наливная уже созревшая я даже можно кушать дом уже весь старый облазит краска облупливается надо красить вот это крыльцо на котором я снимал вступление к этому ролику это розы красная мордовая вернее мама выращивала букет если девушка появится и их нарву подарю это мята не дикая домашняя мама сажала очень ароматная если потереть вот так вот пока какую штучку берешь набираешь исполаскиваешься виноградик еще незрелый пару месяцев можно будет кушать малина ягода малина как в песне все попробуем это вот такая вот у меня черешня по дворе на ней задумал в огороде или на огороде не знаю как правильно но факт есть фактом что она похожа на елочку вот это кстати вишенка крупная и дитя на видимо здесь сорта вишни тоже мамки разные маму моей такой вот сорняк очень колючий мне его придется как-то выкорчевывать отсюда всем привет с вами жека как вы уже поняли зайдя на мой канал вы спросите что я делаю на этом старом крыльце этот дом принадлежал моей матери сам я жил в москве проживал вернее московской области и вот решил выбраться в деревню чтобы привести в порядок этот дом поскольку я здесь последний раз был полтора года назад и он намного в лучшем состоянии был чем сейчас я буду снимать видео обзоры то что я здесь делаю может быть в комментариях напишите что наоборот что-то к лучшему изменилось поэтому ставьте лайки подписывайтесь не забывайте также ставить комментарии я думаю вам будет интересен процесс как что здесь меняется и к лучшему и к лучшему это вы уже можете писать в своих комментариях к моим видео на этом канале поэтому спасибо вам всем за внимание опять же и не забудьте подписаться вот это вот забор довольно таки старый как видно вам всем вот уже на веревочках все держится надо ставить новый на место старого под калитка уже тоже вся убитая временем это вот вишня вот такая вот вишня красная наливная уже созревшая я даже можно кушать немного вяжет во рту но сладкая выходим во двор дом уже весь старый облазит краска облупливается надо красить окна тоже уже не очень хорошем состоянии вот это крыльцо на котором я снимал вступление к этому ролику уже довольно старая убитая временем тоже надо его покрасить лучше новое поставить уж доски уже гнилые все вот это виноград такой вот большой вернее не очень большой но мне достаточно такой вот виноградик еще незрелый пару месяцев можно будет кушать тут сорта два витрина участки всю мама сажала а мне теперь его жалко вырубать пусть растет компот и вино варенье прикольно все заросло сорняком после то чувствуют что скоро созреет наверное будет сладкий сладкий охраняют виноград так это у нас абрикос молодой это чеснок выкапывать надо тут кстати уже осы поселились он уже залетают в расщелины где доски видите на осы сейчас вылезет какая-нибудь злая оса тук-тук-тук-тук-тук вылезет вылезет что-то не хотят они открывать дверь тоже уже доски красить надо еще хотел сайдингом делать веранду немного расширить чтобы там сделать туалет и ванну в городе это вот фундамент фундамент весь уже разрушенный там наверно даже кто-то живет под домом кошки какие-нибудь может крысы крыс кстати в доме есть их потравил но позже буду окончательно с ними решать вопросы на выселение из этого дома это мой гараж это розы красная мордовая вернее мама выращивала до сих пор растут как сорняк дио розы букет если девушка появится я их нарву и подарю хотя ими можно ежедневно наслаждаться не срывая что-то белые такие вот красавицы две наверное к маме когда поеду на могилу я эти две розы срежу не буду покупать подарю ее розы которые она очень любила выращивать думаю это будет приятнее вот эта малина всем видно да как бы пробраться туда проводами неудобно от микрофона такая вот она уже подсыхает малина ягода малина как в песне все попробуем да действительно балдежная на вкус очень сладкая надо поесть вдоволь вот такая вот ароматная такая прям здесь растет клубника как вы видите да это все клубника когда-то была вернее ягоды были сейчас уже ягод нету она уже отошла думаю видно что ягоды были вот они уже высохли так как здесь никто у меня не живет только соседи иногда приходят у них свои клубники навалом поэтому она немного не востребована оказалась вот ягоды когда-то ими были вернее уже сухие все но сухую клубнику тоже можно в чай добавлять какие-то еще напитки заваривать в москве я знаю клубника очень дорого стоит а здесь ее не едят просто кстати вот это вот так я моюсь пока что да и принципе всю жизнь так мы как мы летом во дворе зимой на веранде вот тазик с водой вот такую штучку берешь набираешь и споласкиваешься водичка нагреется днем теплая горячая даже бывает если жаркие дни такой вот сорняк очень колючий мне его придется как-то выкорчевывать отсюда при том колючки впиваются и хрен вытащишь здесь все тоже в сорняке это мята не дикая домашняя ее мама сажала очень ароматная если ее потереть вот так вот рука в пальцах потереть прям запах как орбит жвачка мятный или какая нибудь бригли жвачка очень такой ядреный запах мяты можно в чай кидать в компоты в морсы столько ее много сушить можно можно такой сырой употреблять зеленый вернее свежий вот это вот абрикос у меня на участке растет такой вот абрикосик вот они незрелые ягоды абрикоса но весь усыпанный так вот его много абрикоса зеленый пока наполовину созревший а это голубика или ежевика не знаю что это такое тоже у меня на участке растет тоже видимо мама сажала на малину похоже но это не малина что другое более ягоды более жесткие как резина не созревший пока вот это вот тупзолет или по московскому туалет такой вот туалетная комната скажем так ну внутри заходить не будем там не очень красиво не будем картину портить тот огород про весь зарос уже вот дом с другой стороны а это вот такая вот у меня черешня во дворе вернее за домом в огороде или на огороде не знаю как правильно но факт есть фактом что она похожа на елочку усыпана игрушками вот ягоды вон тоже это черешня такая еще незрелая кисленькая белая в принципе по ней видно желтоватый оттенок это не спелая она будет когда нальется розово-красная такая значит она спелая или это белый сорт я не помню но она даже можно попробовать давайте вот эту сорвем она зеленая кисленькая 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 я не буду ее есть не хочу потом в туалете сидеть читать газету вот это все вишня такая вот надо пробраться к ней поближе такая вот вишня такая вот черешня но она пока рядом с вишней она не спелая несозревшая сколько у меня есть немного смотрите ни у кого столько нет как у меня вон сколько все усыпано смотрите сколько ее много это еще даже немного бывает еще больше в этом году у нее очень много но тоже немало что-то среднее наверное такое надо еще съесть вот она вся сочная сок алая кровь все руки перемал как будто убил кого-то пахнет вот это кстати вишенка крупная видите да видимо здесь сорта вишни тоже мамки разные мамы мои попробуем это вообще как черешня я вот уже здесь неделю я не знал что за домом такая сладкая вишня вот такая вот обалденная вишня очень вкусная очень сладкая такая прям аж немножко с кислинкой кисленькая немножко прям аж слюновыделение обильное такое ну и сладкое в то же время в москве такую не везде купите ну в принципе все здесь кстати я в детстве прятки играл с друзьями можно закругляться можно закругляться я думаю ни 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 Продолжение следует...